Здесь горячо, здесь тоже горячо, здесь еще теплый, здесь холодный. Вот уже процесс дошел до сюда, осталось еще секунд 30. Ох, скакнуло. Учитывая, что это первая перегонка, много сливать не надо. Все, подставляем посуду и процесс пошел. У меня аппарат вмещает 12 литров, но я заливаю где-то 11. Потому что, если залить совсем подверг, то в сухопарник потечет брага. Сухопарник нужен для того, чтобы, во-первых, отобрать тяжелые фракции, во-вторых, на случай, если брага закипит, то он примет на себя этот удар и бутыль уже мутная ничего не попадет. Здесь чистая, как слеза, самогонка идет первой перегонки. Теперь разберемся с охлаждением. Вот, собственно, контроль такой. Если низ холодный, вверх горячий, значит все работает нормально. Если начнет нагреваться уже низ, значит надо увеличить подачу воды. Количество воды смотрим. Вот такусенькая, тонюсенькая струйка у меня лежит. Температура этой воды, ну, в данный момент, градусов 50. Что мы попробуем, здесь холодная, средина нагрева, а здесь уже горячо. Все более-менее нормально. Итак, я беру 2 литра для второй перегонки. И полтора литра возьму для того, чтобы не пропали градусы, которые там еще остались. Затем, эта полторашка, она пойдет в дополнение к браге, в первую перегонку. Таким образом, у меня совершенно не пропадает ни грамма спирта. Ну вот, я перелыл все по-худру. Процесс как раз подходит к концу. Ну вот, 2 литра взято. Полтора литра примерно взято. Так называемых хвостов первой перегонки. Сейчас мы пронегустируем. Чтобы проверить, остался там алкоголь или нет, достаточно просто набрать немного времени. И сплюнуть. Если во рту будет легкое жжение, то значит алкоголь еще присутствует. А если ничего не почувствуете, просто вода чуть кисленькая, значит всего градусов там нет и можно брагу сливать. Я закончил первую перегонку. 6 бутылок по 2 литра, итого 12 литров. Я хорошенько помыл аппарат и сейчас залью туда самогон первой перегонки для того, чтобы перегнать второй раз. trying tofamily feudой сливой перегонки для того, чтобы перегония вне дома. Проехалиwn. В ens порядке. Вrising вид о prey. Все 12 литров у меня туда не вылазить, надо оставить еще костра, но я наливаю вот так, почти полный. Вставим в полу, включаем. Это регулятор мощности, с его помощью можно регулировать мощность. Сейчас, когда самогон в баке нагрелся до критической температуры, и сейчас начнется испарение, я включаю регулятор мощности и даю небольшое напряжение. Смотрю, как ведет себя процесс. Капает очень вонючая жидкость. Пахнет эфиром. Первые несколько миллилитров мы просто выбрасываем за ненадобностью, а дальше ставим бутылочку. И вот этот очень крепкий самогон второй перегонки, так называемые головы, при небольшой температуре, при небольшой мощности подаваемой в нагревательный элемент аппарата, будем долго выгонять. Опыт показывает, что первые пол-литра голов надо взять. Буду ждать, когда набежит пол-литра. И это должна быть не струя, а капельки. Регулятор мощности я делал когда-то сам. Использовал для этого теристоры Q202N, которые разбираются. И служит он уже много-много лет. Ну вот, я взял пол-литра так называемых голов. И возьму еще пол-литра. И эти пол-литра пойдут для заправки аппарата, когда я буду гнать самогон в следующий раз. Не хотелось бы, чтобы в основном в теле присутствовал нехороший запах, поэтому я пол-литра возьму еще для подстраховки. А уже потом буду брать тело. Я добавляю температуру, чтобы пошла струйка. Но постепенно, понемножку. Итак, набежало еще пол-литра. Сейчас можно поменять посылу уже, взять это тело. Поменяем баночку. Ночистую. После замены баночки вот эту часть мы смешаем с хвостами. Тоже не пропадет. Добавляем температуру. Такая бежит струя. И поскольку у нас уже на максимуме электричество, можно включить напрямую в розетку. Регулятор свое дело сделал. Дальше процесс идет без него. Вот как-то так. А за окном-то уже вечеряется. 6 вечера. Бутылочка наполнилась. 5 литров гарантированной середины, без всяких примесей. Сейчас заменим бутылочку. Смогон еще очень крепкий течет. Но все равно там уже появляется вода. Мы будем его использовать для дальнейшей перегонки в следующий раз. Я возьму где-то 500-700 грамм. Пока градусы не падут примерно до 30. Можно заканчивать. Это пойдет в следующий раз, когда буду мять на вторую перегонку. Из того у меня 5 литров спирта. Грубо говоря, с тем, что оставалось в прошлого раза, это будет 2 литра для второй перегонки. И в аппарате еще осталось 4 литра продукта. Который будет воспользоваться вместе с брагой в следующий раз для первой перегонки. На сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok